Уважаемые коллеги, я хотел бы в заключении нашей трёхсторонней встречи ещё раз поблагодарить своих коллег, президента Азербайджана и премьера Армении за то, что они согласились приехать сегодня в Россию, и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг карабахской проблемы и в целом в регионе. Мы и должны это сказать с самого начала, мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Мы отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания. Хотел бы отметить также и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них это создание механизмов до конца этого года, мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее, никаких препятствий для создания этих механизмов нет. Второе, на что хотел бы обратить внимание, есть очень важный чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперёд. Ну и, наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения. Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени. И на следующей неделе, это очередная наша договорённость, они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали. Ещё раз большое спасибо за сегодняшнюю работу. Хочу слова благодарности адресовать и президенту Азербайджана, и премьеру Армении. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. В первую очередь, позвольте ещё раз выразить вам благодарность за сегодняшнюю встречу, а также за ваши усилия по созданию благоприятной атмосферы в деле решения вопросов, стоящих между Азербайджаном и Арменией. Прошёл год после известного трёхстороннего заявления, которое положило конец войне между двумя странами, и этот год мы можем характеризовать в целом позитивно. Хотел бы ещё раз пользоваться возможностью, выразить благодарность, Владимир Владимирович, вам, также Министерству обороны Российской Федерации за миротворческую деятельность в Карабахе. За этот год серьёзных инцидентов в зоне ответственности российских миротворческих сил не было. И, конечно же, за этот год произошло очень много важных событий. Мы уже второй раз встречаемся в таком формате в начале года и завершая этот год. И не хочу повторять то, что сказал Владимир Владимирович о вопросах, связанных с делимитацией, демаркацией, разблокированием транспортных артерий. Сегодня состоялся очень обстоятельный и, я бы сказал, искренний разговор по этим вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой. Также, как отметил Владимир Владимирович, обсуждались вопросы гуманитарного характера. Азербайджан всегда последовательно выступал за соблюдение всех гуманитарных норм, будь то во время ведения боевых действий, будь то после. Должен сказать, что после окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне. В том числе один был передан сегодня утром раненым военнослужащим, которым была оказана медицинская помощь азербайджанскими врачами. А также одно гражданское лицо, которое, потеряв дорогу, заблудился на нашей территории. То есть мы всегда исходили из верховенства принципа гуманизма и намерены и дальше продолжать работу в этом направлении. Также со стороны армянской стороны мы видим также настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой. Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. И думаю, что в таком формате мы именно достигаем своих целей. Россия для Азербайджана это друг, стратегический партнер. Даже я бы сказал, что больше, чем стратегический партнер. И уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам. Думаю, что итогом нашей встречи будут хорошие результаты, которые не заставят себя ждать. И ситуация в регионе будет более безопасной и предсказуемой. Еще раз, Владимир Владимирович, благодарю за приглашение и за сегодняшнюю встречу. Владимир Владимирович, подводите еще раз поблагодарить вас за приглашение и, конечно, за создание позитивной рабочей атмосферы. Я хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, позитивный разговор. Мы обсудили фактически все вопросы повестки. Это не была встреча для того, чтобы утаивать проблемы. Это была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы. И хочу отметить, что очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции. И оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось бы до этой встречи. Я хочу сказать, что действительно по вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас общее представление, как эти коммуникации будут работать. Тема делимитации и демаркации старта процесса – это не новая тема. Мы обсудили этот вопрос. Мы еще и приняли трехстороннее заявление, где мы зафиксировали, что надо до этого создать необходимые условия. То есть создать какие-то механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном. И, конечно, были затронуты еще гуманитарные вопросы. И я в целом тоже оцениваю сегодняшний разговор и сегодняшнюю встречу очень позитивно. И хочу еще раз поблагодарить нашего стратегического союзника Российскую Федерацию за инициативу. Я думаю, что вот если на базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора, то можно ожидать и конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которые получили мандат от народа Армении на открытие эры мирного развития для нашей страны, для нашего региона. И мы нацелены на это. И, конечно же, вот сегодняшняя встреча пошла на пользу к реализации этой повестки. Спасибо. И в завершение хочу еще раз подчеркнуть, что встреча была в высшей степени полезной, своевременной. А мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы. Общественность и средства массовой информации могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем договорились. Вот слева от меня, видите, наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям. Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом. Спасибо.